В студии авторской песни «Второе я» частый гость в библиотеках Москвы и Подмосковья. Видно, музыканты были впервые. Их встретили тепло, артисты собрали полный зал. «Давайте знакомиться!» Такое название дали концерту не просто так. Ведь Видновское литературное объединение имени Филиппа Шкулёва тоже поделилось своим творчеством. «Выходил древний старик, садился всегда на одно и то же место у коряги и смотрел на солнце». «Второе я» существует много лет и имеет интересную историю. Руководитель студии Антон Полынов любит вспоминать, как всё начиналось, и рассказывает об этом на концертах. «Была поздняя осень 1985 года. Вот так вот получилось, что один из наших друзей репетировал под гитару песню Олега Митяева в осеннем парке городском для конкурса в своём техникуме. Мы её записали на магнитофон и с тех пор вот так вот и дальше стали продолжать нашу музыкальную деятельность». Это были 80-е, а сейчас «Второе я» разрослось. Его численность достигает 300 человек. «Он собрал достаточно много талантливых людей вокруг себя, которые концертируют, ездят в библиотеку, и он выступает с удовольствием в других местах». «Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь, и в пытическом дурмане ты пару сток чужих себе возьмёшь». Вячеслав Бушуев в молодости играл рок-н-ролл и сидел за ударной установкой. Сейчас его песни связаны с походами и написаны классически у палатки. Вячеслав радуется, что в наше время мысли можно записать на диктофон, ведь вдохновение может появиться из ниоткуда. «Это чья-то фраза брошенная, чья-то фотография. То есть совершенно это внезапно. То есть может быть через две минуты я что-то услышу, и у меня сразу какая-то мысль в голову придёт». Студия «Второе я» объединила авторов-исполнителей разных стилей и направлений, поэтому на концерте каждый слушатель мог найти песню для себя. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. До сих пор? «Второй я»